У людей всегда должен быть доступ к местным властям. Это аксиома, но не реальность. Считаю возможным в качестве пилотного проекта внедрить систему оценки населением эффективности работы местной власти. Касым Жомар Тукаев, президент Республики Казахстан. В сегодняшнем выпуске программы Акимы мы на примере трех населенных пунктов покажем, как живет Акмолинская область. А также то, что не вошло в основные выпуски. Начнем с поселка Аршалы. А вот такая вот детская площадка в Аршалы. Причем наверняка это даже не Акиматовские делали, а какой-то местный Кулиби. Ну посмотрите вот это вот. Давайте я попробую прокатиться на такой качели, если меня, конечно, не пришибет. Так. Ух ты! Слушайте, а прикольно. Прям хорошо, мне нравится. Поселок Аршалы встретил нас протекающей канализацией, золой из печи повсюду и вот таким необычным мостом. Здесь одна полоса. Это и мост для автомобилей и железная дорога. Посмотрите, рельсы. То есть, по сути, автомобили делят этот мост с поездом. Мы едем по рельсам сейчас. Просто я первый раз в жизни вижу такой мост. Еще и смотрите, с ямами. Даже здесь на дорогах яма. Вообще сюда мы приехали, потому что услышали, что местный Аким берет деньги взаймы у жителей и не отдает. Я читал, да, слыхал, что так и так где-то он залез в долги. Но вот после этого я ему пытался дозвониться за эту канализацию. Телефон не берет. Ну как, отключим. Или номер поменяем. Понятно. Мы попытались найти Акима поселка Аршалы. Здравствуйте. А как Акима найти? Здравствуйте. А у меня Вишну. После нашего визита в сельский Акимат пришла руководитель аппарата уже районного. Позвонить, может быть, им можно? Вы знаете, я пыталась сегодня дозвониться. У него телефон включен. И снова отключен. Что ж, идем к его непосредственному руководителю. Но и его не сразу нашли. Здравствуйте. А так здесь нет никого? Оказалось, Аким готовился к интервью. Как ваши дела? Нормально. У Акима вашего поселкового. Вот мы читали новость про нехорошую ситуацию с долгами. Про это мы узнали в последний момент, когда человек обратился к нам. Был судебный процесс. По решению суда он оплачивает заработные платы. Но для того, чтобы наказать или уволить с работы, он находится сейчас на сегодняшний день в больнице. После выхода больницы мы примем конкретные русские меры. В отношении Акима. Вплоть до увольнения. У вас были коррупционные скандалы насчет ваших подчиненных. Я не говорю про Акима. У нас же есть такая ситуация, что начальник несет ответственность за своих подчиненных, за их доступ. Вот это прокомментирует ситуацию. Да, заместитель Акима нашего района сейчас находится под следствием. Но с 7 числа он написал заявление, с 8 числа он уволен. А в эту ситуацию он попал 15-го. Поэтому по решению суда, если докажут, но по закону Аким должен написать заявление. То есть вы ждете решения суда? Да. Если будет решение суда, вы напишите заявление, правильно? Да. Вот такие Акимы в поселке Аршалы. Пока еще. Едем дальше, а точнее далеко. В другой конец Акмолинской области, уже ближе к Костанайской. Хотя нет, слово «ближе» к городу Есиль вообще не подходит. Он равноудален от своего областного центра. Костанайского тоже. В общем, большое начальство находится далеко. Нет, ну в таком состоянии мы дом, по-моему, еще не встречали. Я очень надеюсь, что здесь никто не живет. Ну давай проверим на всякий случай. Так, здесь замок, здесь замка нет. Там кто-то живет. Ну в смысле, я слышал, собак, кошек. Может, просто собаки, кошки там же? Нет, замка нет, но квартира закрыта. Кто-то идет. Здрасте. Вы здесь живете, да, получается? У вас отопление есть? Ну вот печка. Ладно, извините, что потревожили. Сам город словно остался в Советском Союзе. Но сами посмотрите на эти вывески, на эти автомобили и на эту столовую. В этой столовой мы словно вернулись даже не в 90-е, а в Советский Союз. Вот просто обратите внимание на эти стены, этот потолок. Здесь все сохранилось в тех временах. Даже как будто борщ. Прямо оттуда. А еще, знаете, что я заметил? В таких небольших городах, в столовой, кафе, если ты просишь чай, тебе обязательно покладут туда, даже если ты не просил, даже если ты пьешь без сахара, тебе обязательно покладут туда ложки-три сахара. Основная проблема города в том, что он замерзает. Построили новую котельную за 7 миллиардов тенге. А люди все равно мерзнут. Причем мы пообщались сразу с двумя акимами – городским и районным. Но, кажется, они между собой редко общаются. Буквально день-два назад улучшилась ситуация. Что произошло? Что вы сделали? Все-таки можно было сделать? Вторую котельную добавили. Второй котел добавили. Почему сразу нельзя было добавить? Не скажу. Пару дней назад что-то произошло? Вы что-то подключили? Нет, нет, ничего не подключали. Районный городской акимы сходится в другом. Считают, что основная проблема с отоплением – неподготовленность внутри домовых сетей. Мол, их нужно переделать. Что ж, мы нашли дом, который это сделал. Акимат говорит, нужно поменять систему, и все будет хорошо. Вы поменяли систему? Мы систему поменяли в прошлом году. Мы согласовывали с Акиматом. У нас никакого тепла, у нас ничего не изменилось. То есть не изменилась ситуация? Ничего не изменилось. Уважаемые акимы и городской, и районный, вы нам говорили, что нужно поменять систему, и не будет проблем. Вот люди поменяли систему. Проблемы остаются. Дом без отопления. Адрес? Морзашево 102. 102. Вот садик, вот садик снимите, вот этот детский садик. Он мерзнет, дети спят в колготках. Вот, он стоит тоже на насосах. Буквально в 100 километрах от Ессилия расположился другой город – Державинский. Что бы вы думали, здесь тоже основная проблема – отопление. Замезаем конкретно, спим в одежде. Мы живем здесь в универмаге, вообще холодно. Первые годы даже люди жаловались, ходили. А сейчас уже привыкли, уже даже никуда не ходим. Зато мы ходим в акиматы. Легко. В акимате города Державинск нашли вот такой календарь срочных исполнений. Ну, видать, это инициатива только этого акимата, потому что в других акиматах мы такого не видели. Вот, например, на 20 число, я так понимаю, какое-то вот срочное исполнение есть. Очень мило смотрится это. И вот какая-то задумка, ноу-хау, можно сказать. Здесь нас очень любезно принял Аким города, который в должности на минуточку 13 лет. Как вы считаете, то, что вы 13 лет в должности – достаточно большой срок. Это хорошо для Акима или плохо? Это не мне судить, я не знаю. Ну, мне хорошо в каком плане? Хорошо в плане, что я больше, наверное, знаю все проблемы, и больше могу сориентироваться среди населения, среди, значит, потенциальных партнеров, с которыми можно работать. Акимат всегда готов идти навстречу, идет навстречу, идет, но население тоже само должно как-то правильно рассказать и правильно понимать свое значение для жизни и благоустройства того места, где они проживают. Если они сами не будут ничего делать и обвинять только какие-то государственные люди, я не говорю про Акимат. Акимат надо всегда обвинять. Совершить сегодняшний итоговый выпуск по Акмолинской области хотелось бы вот этим работягам. Хотелось бы... Я не знаю. Давайте, не стесняйтесь. Что хотелось бы? Это что такое вообще? Я хотел, чтобы как жилось, как в Астане. Есть же вот? Да. Да. В Руслтане. Да, 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 да. Чтобы как... Не такие вот дороги были, разваленные от это все. Чтобы мусора не было. Чтобы вот... Ну, что еще, я не знаю. Ну, я сейчас ее боюсь. На наш взгляд, этот кусочек интервью очень хорошо характеризует картину в целом. Люди, которые не уезжают из своих родных мест, работают, где есть возможность, живут в холодных квартирах, не выходят жаловаться в Акимат, но искренне хотят, чтобы в их родном городе или поселке жилось лучше. Делают ли для этого что-нибудь Акимы, думаю, можно сделать определенные выводы даже из наших выпусков. Люди врать не будут. Да и картинка говорит сама за себя. На сегодня это все. В следующем выпуске мы подведем итоги наших поездок за этот непростой 2020 год. Субтитры подогнал «Симон»